Десять у Новогродку, коле 40 у Лидии и Амаль 180 у Гродня. У регионе, сгодно с планом, должится проверка и ремонт светлофорных объектов. Наибольший объем работы, отповедно, протяглый по термину, проходит у областным центры. Как коментуют специалисты, отключение светлофоров на оживленных городских скрыжеваниях и перевод руху под контроль регулировщиков часто становится выпробованием для пешеходов и водителей. Протяг темы у ВИД-материала. Замена неосправного кабелю, яху проверка и замена некоторых светлофорных обсталявания. Такий объем работ был запланованный до выконания на скрыжевании в улиц советских пограничников и в Ольге Соломовой у областным центры. Для специалистов спецмонтажно-эксплуатационного предприемства подтримка справного стану даденных объектов – одна из профильных задач. И хотя у даденном выпадку ремонт плановый, уличывающий место размещения светлофора, яху можно назвать стратегичной задачей. Ремонт працаемки и мая – свои особливости. Тут от многих факторов зависит. Например, если замена кабеля, то, может быть, понадобится электрофизическая лаборатория. Если замена оборудования, то надо изменение фундамента. У нас есть такой объект, который среди наших сотрудников называется так называемые штаны. Янки Купала Победы – это вот объект. Вот там очень он большой. И вот там вот приходилось и вскрывать грунт, и землю, и доставать, и кабели менять. Такие грунтовные работы могут занять навык тыденье. Натурально, что с отключением светлофора на дорозе подчас руху, особливо у ранешний и вечерний час, могут изникнуть складанности. Попередживают створение аварийных ситуаций с уделом водителем и пешеходов супрацовники Диарж-Аутоинспекции. Госавтоинспекция планирует дополнительные наряды на данные перекрестки, которые в случае необходимости и в самое пиковое время будут осуществлять распорядительные регулировочные действия. Опять же, как правило, водители знают и помнят жесты регулировщиков, однако бывают такие ситуации, когда они либо смотрят на других, либо просто теряются и могут останавливаться даже на перекрестке. До слова тут, на скрыжевании в улиц советских похоронечников и в Ольхе Соломовой, не глядя на полную неуважливость водителям, росту дорожно-транспортных здоровья зафиксовано не было. Хотя, признаются инспекторы, редкое дежурство обыходилось без ускладнения дорожной ситуации. Наступный объект – светлофоры на скрыжевании в улиц Дзержинского и Асфальтовой у Гродня. Прикладный термин выполнения работ на этом участке, скажут специалисты, три дня.